Нельзя попу накачать один раз в спортзале и на всю жизнь. Я бы хотела. Меостимулятор поможет мне накачать мышцы тазового дна? Когда мы говорим с вами о... существует вообще разное, да, огромное количество разных видов тренажеров для прокачки мышц тазового дна. Если мы сейчас с вами говорим о миостимуляторах, это те, которые работают, подавая импульсы, электрические импульсы, когда наша мышца сжимается автоматически без нашего на то желания, да, то есть происходит такое автоматическое сокращение. Что я вам хочу сказать о таких видах тренажера? Я не довольна ими, почему? Я говорю это как эксперт, который работает уже более 5 лет с тренажерами и перепробовал все для того, чтобы выбрать наилучшее. Я для себя выбрала, потому что самые лучшие тренажеры, это самые простые тренажеры. Все то, что делается с какими-то приложениями в телефоне, все то, что на удаленной связи, это все то, что может врать. Очень сильно врать. И при этом эти датчики считывания информации, все лежат, и чаще всего находятся в этих тренажерах вовсе не в том месте, где они должны были бы быть для того, чтобы правильно и четко женщине давать обратную связь. И для того, чтобы получить хоть какой-то результат, женщинам приходится прилагать усилия, причем неправильные усилия. Они чаще всего тужатся, либо напрягают, пресс, поп, в общем, все тело напрягают для того, чтобы выдать, да, чтобы как-то там птичка куда-то полетела. И в итоге они вытуживают себе проблемы, которые потом приходится уже решать с помощью, либо приходят ко мне, либо уже бегут к врачам. Все зависит от того, как женщина долго этим занималась. Вот, поэтому я всегда говорю, что аккуратно, девчонки, выбирайте правильные, качественные тренажеры. Что касается миостимуляторов, тут есть два момента и два нюанса, которые очень важно знать и понимать, учитывать. Первый – это то, что это электромагнитные импульсы. Как они действуют на нашу с вами, во-первых, электромагнитное поле, которое есть у каждого человека, на импульсы нашего тела и на сердечные ритмы, фиг его знает, да, то есть это до сих пор там изучается. Во-вторых, даже три получается у меня уже в голове есть причины, по которым я не рекомендую заниматься миостимуляторами. Вторая причина – это то, что для того, чтобы у вас был классный результат, нужно, чтобы ваш мозг дал команду сократить мышца. И вот так раз ее и сократили. Миостимулятор минует команду мозга и просто сокращает ваши мышцы без вашего на то прямой команды. Соответственно, память мышечная здесь не сохраняется. То есть пока вы занимаетесь миостимулятором, вы видите какой-то результат. Как только вы им прекращаете заниматься, все сразу исчезает. С тренажерами так не происходит. У меня на курсе, когда девочка работает, она получает результат, и он держится. Не всю жизнь, к сожалению, нельзя попу накачать один раз в спортзале, и на всю жизнь я бы хотела. Я не знаю, я бы с удовольствием пошла в спортзал, заплатила бы кучу бабла, чтобы один раз, там, месяц позаниматься, и потом всю жизнь ходить с накачанной красивенной попой, вверхподнятым орехом таким, вот, и прессом с кубиками, да. Но почему-то так не происходит, потому что наша мускулатура, она любит постоянную нагрузку, и когда мы прекращаем заниматься, да, давать определенную нагрузку, ну, мышцы начинают терять свой тонус. Так происходит с мышцами тазового дна. Поэтому результат сохраняется, но не на всю жизнь, да. Через какое-то время нужно заново повторять курс. Но у вас уже есть коробочка, у вас уже есть все тренажеры, у вас есть уже все знания, и вы просто самостоятельно, да, периодически повторяете комплекс тех упражнений. У вас даже есть программа, по которой вы идете, потому что, когда вы на курс приходите, у вас все это, вы все получаете, вот эту программу расписанных тренировок под вас. Кто-то получает индивидуально, кто-то получает общее. В любом случае это все работает. И, ну, здесь все очень просто, да, вы просто повторяете. И третья важная причина, по которой я не рекомендую мео-стимулятор, это тем, что если бы они были настолько эффективны, да, то бодибилдеры, которые готовятся к конкурсам, к чемпионатам, они бы не ходили в спортзалы, не качали, да, не поднимали бы железо. Они просто бы обклеились мео-стимуляторами, легли, да, и оно бы все накачалось. Но почему-то так не происходит. Это бодибилдеры, таким образом, не прокачивают мышцы тазового дна. Не прокачивают мускулатуру. Они пашут в спортзале, поднимая железо, поднимая вес. Вот, поэтому то же самое происходит с мышцами тазового дна. К сожалению, результат вы получаете только тогда, когда вы целенаправленно даете команду сократиться, когда вы даете определенную нагрузку, нагрузку, это в виде вот тренажера у вас есть там, он имеет вес, да, вы даете нагрузку, и тогда у вас действительно есть результат. Поэтому после всех этих мео-стимуляторов, после всяких кеголей и всего-всего, девчонки возвращаются и идут все равно ко мне на курс за результатом. Я вам рекомендую сократить это время, да, и деньги, не тратить их на вот эти забавки, а сразу целенаправленно идти туда, где это все четко работает, система есть, и вы получаете реальные результаты, а не эксперименты над своей пищухой. Вообще берегите ее, она у вас самая ценная. Это важно.